только чуть они там поднимают они потом спросили денег по грошу куда 5000 они спросили у нас просто денег не было а кто спросил этот момент старший или младший который в машине сидят который старше мы потом сказали у нас просто сейчас нет денег все рублей на далее я обещал ему завтра массу покрасить как он тебе показал что деньги сколько денег и как ну а не знаете многие умеют по-узбекски 5000 вещами скажем сами по-узбекс на паузбекс как бы ну кому колеса что выпал до что-то показал нет просто он камень показала где надо покрасить где покрасить надо вам показать какие это самое находчивые да итак сегодня 3 мая 2018 года время сейчас 23 29 и хочу вам рассказать то что вы дальше увидите еду я значит по дороге страны любериц кассинскому шоссе и замечая патрульный экипаж дорожно-патрульный оси цели значит и остановлю вас 14 модели и вижу я людей вот так вот приподнятыми руками которых обыскивают сотрудники дпс а то есть никаких понятых никого видеозаписи там не был я остановился решил все зафиксировать дело обыскивают кого-то там полицейский досмотр правой причал я мимо увидел как ребят обыскивают шмонают жестко ребят вот на 4 или на девятки что там а 37 35 99 что еще дальше будет не интересно ну шмонают естественно без понятых без протокола полицейский покуривает и остановился поснимался с одной стороны потом объехал поснимал с другой стороны вот и увидел что там непонятное дело движение происходит после того как уже их закончили шмонатик административной процедуры без видеозаписи либо понятых и протокола не существует я называю это фергонным словом шмон с понятыми протоколом видеозапись это досмотр так как чуть-чуть они там поднимают и 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 ну и все так эти сваливают стараюсь быстро развернуться можно сюда полицейский выходит старший который в машине сидел и показывает что-то ему как что-то роняет и показывает на часть машин вот я думаю что это такое может они там что-то передали что-то или как вот и потом смотрю они уезжают вот и так получилось что то что те самые ребята на вас 14 модели поехали в ту же сторону что я и заглохли на перекрестке я соответственно остается за ними решил помочь как бы с машиной заодно спросить что же у них собственно случилось вот не скрою интереса у меня спросить было достаточно что случилось потому что мне данная ситуация была крайне непонятно так так машина ну рассказывай без лица как договорились ну да сейчас нас поймали менты у нас документы просто мы забыли дома мы сказали что если документы забыли там тысяч пятьсот рублей штраф да они сказали нет мы сами разберемся когда поедем в отдел ну они потом спросили денег у нас просто денег не было а кто спросил старший или младший который в машине сидит да который старший который уронил что-то да он спросил мы потом сказали у нас просто сейчас нету денег 500 рублей им отдали я общал им завтра машину покрасить ты жестящик да машины да обещала машину покрасить да они получается то есть ты не хотел им давать денег они сами помогали у тебя взятку правильно ну да вот так а второе чем горит не в которых на улице марта только молчал а как он тебе показал что деньги сколько денег и как ну а не знаете многие умеют по-узбекски они пять тысяч с каждым а сами по-узбексам да по-узбексам ничего себе а вот то что он там упал что-то показал как он показал ну этого я не видел как он у колеса что упал да что-то показал нет просто он конец показал но машину показал где надо покрасить а где покрасить надо вам показать да 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 какие это самые находчивые да не пропадут да два карниза я им обещал покрасить завтра я пойду я понял я понял где у тебя адрес адрес я понял я понял я понял я понял спасибо больше не давать им денег пожалуйста потому что они с вас стригут они и завтра будут с вас встреч лучше один раз как бы им ответить чем потом платить это же дармоеды понимаете они безопасны дорогу не сделали сейчас никто никому лучше от этого не станет они просто карманы набили и все спасибо вам парни спасибо удачи не выложите нас адрес адрес я не буду все спасибо он вынужден согласиться был отремонтировать ему машину а вот это движение жест там где он упал что-то показал это оказывается он показывал где нужно покрасить и где там отрихтовать что-то или что-то сделать с его так сказать машиной гаишники как бы не только берут взятки в виде денег но и заставляют людей работать как бы на них уже в рабство это превращается какое-то не хватит ли это терпеть